Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов и на моем канале Коммент Бай. Сейчас я нахожусь на одном объекте. Человек мне позвонил, у него следующая проблема. Котел ТИС, твердач. И проблему я вам сейчас всю буду показывать, переверну видеокамеру, потому что реально это проблема. Так, смотрите, на этом котле у него идет стандартный 160 выход, это ТИСовские котлы. Примитивно он с автоматикой, они довольно очень привередливы к дымоходу, но здесь вопрос не в самом дымоходе. 160, дальше видимо перешли на переход 150, проблем нет, единственное, что заклепки ни в коем случае не ставьте, они выпрыгивают. Ну не выпрыгивают, а выходят из строя. Дальше входит в тройник, снова уже 150, толщина здесь, это не единица, это скорее всего 0,5, переход единица. Нет, по переходу не скажу, вот это вот 0,5, тройник тоже тонкий 0,5, и вот такая вот проблема, все течет, неизвестно откуда. А чтобы узнать, система вся собрана по конденсату, все окей, но все равно откуда вот это течь. И на задней стороне, я сейчас попробую посмотреть, там какая-то тоже проблема, что-то неизвестное. Не могу разобрать, сейчас попробую сфотографировать, не увидел я. И одна из самых больших проблем, это прочестной карман. Прочестной карман, он должен быть на твердотопливных котлах. Почему? Вот сейчас я, к примеру, не могу добраться до сборника, чтобы снять и решить, что же все-таки там случилось. То есть сборник такой дешевенький, но, к сожалению, это рыночный вариант. Да, сейчас попробую кирпичи, поставлю сюда вот брусок, потому что заглянуть необходимо. Потому что может случиться такое, что может быть дымоход где-то вышел из строя на каком-то участке трубы. Потому что вот эта вот ситуация, она ненормальная, ее не должно быть ни в коем случае. Но снова же, и посмотреть я не могу. Ладно, сейчас я буду открывать, выпачкаюсь немножко, посмотрю. Ну, потому что вся нагрузка, получается, идет на тройник, нигде разгрузки нет. Так делать не надо. Обязательно ставьте прочестной карман. А если вот в этом варианте, как это можно сделать? Объясняю, поставить сюда угол 45 градусов и в тройник под 45 градусов войти. И снизу тогда поместился бы тройник под 90 градусов, который служил бы прочисткой. Тогда стояла бы вся опора. Ну, здесь просто, ну, люди не занимаются своим делом. Как сказал заказчик, делали обычные сантехники. Так, смотрите, начал я разбирать сборник конденсата. Вернее, пытался я добраться до низа. Для нехороших людей, вернее, для мудаков, которые берутся за дымоходы, ни в коем случае не ставьте сборник конденсата. Вернее, вот здесь, вот в этом месте саморезы. Я так против саморезов, а здесь вообще ужас. Поставили с этой стороны саморез и с обратной стороны саморез, который невозможно было выкрутить. Я ее не выкрутил, доступа нет. Ну, причину нашел. С обратной стороны вот этот вот переход минусовой был куплен. Систему собрали вот здесь вот по конденсату. Но каким образом? Вырезали кусок трубы с обратной стороны. Я вот рукой прощупал. Здесь двухсотого диаметра стоит уже плюс. То есть вот этот минус надели на плюс. Поэтому был разрез. И вот эти вот потеки все образовались из-за того, что система собрана по дыму. А кто подписан на мой канал, тот знает, что систему по дыму собирать запрещено. Ну, вернее, разрешено. Да, никто это не запрещал. Но вот вы будете собирать по дыму, будут у вас такие вот проблемы. Все. На этом я заканчиваю свой видеообзор. Собирайте систему по конденсату и проблем у вас не будет. И это полубеды. Для людей, которые берутся за работу подключения такого, если вы знаете, что система собрана неправильно, со техникой, они знали, что вот эта система неправильно собрана, потому что пытались собрать ее по конденсату, хотя могли просто ставить вовнутрь. Все равно эта проблема вылезет рано или поздно. Ну, и, к сожалению, вот здесь у заказчика сейчас стоит реально головная боль. Ну, и в том числе, возможно, и у меня. Потому что котел уже обвязан. Его нельзя сдвинуть ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад. И теперь, чтобы мне добраться вот до этого сегмента, мне надо болгаркой каким-то образом вырезать тройник, потому что я элементарно не могу добраться до саморезов. Ну, и дальше все переделывать. Ну, конечно, по-человечески. Ну, представьте, поставили на кирпич всю систему. Вся она сейчас стоит, весь стояк на кирпичах. Но помимо того, что она стоит вся на кирпичах, еще и сбоку поставили саморезы. Ну, для чего? То есть это обслуживаемый узел должен быть. К нему всегда должен быть доступ. Он должен легко сниматься. Ну, а саморезы, конечно, ужас. Ну, к сожалению, вот в нашей теме вот такая есть проблема, которую надо решать. Поэтому рано или поздно, поверьте, у вас все равно, если вы собрали систему по дыму, восстанет вопрос. А если вы строитель, если вы берете за другую работу, не связанную со своей, то предупреждайте просто заказчика, что система собрана неправильно. Потому что на том этапе это было гораздо проще сделать. Выдернуть трубу и перевернуть ее, чем сейчас. Все это становится, к сожалению, ложится на плечи заказчика-владельца дома. Все. Надеюсь, это видео было кому-то полезно. Подписывайтесь на мой канал. Заказывайте мне, конечно, монтаж дымоходов. И всем хороших настроений. Не забываем подписываться. С вами был Дмитрий Михайлов. Comment by. Подписывайтесь на мой канал.